Отлично. Теперь как бы завершающий штрих. Теперь мы хотим все-таки написать, то есть мы убедились, что один наш модуль работает, что другой наш модуль работает. Теперь нам, собственно, нужна какая-то программа, которая... Ну, можем, кстати, просто написать нашу программу, убедиться, что наша программа работает, хотя бы разок запустить ее, почему бы и нет. Берем, собственно, нашу функцию main и пишем. Поскольку у нас тут уже много всяких интерфейсов, да, клиент, кто там еще был, source provider, значит, contents generator, который зависит от source провайдера, crawler, который зависит от этих типов клиента. Короче, много всяких зависимостей, возиться с зависимостями не охота. Чего бы нам взять и не использовать наши лучшие лекарства от всех зависимостей, это я так намекаю на Spring. Значит, что мы делаем? Мы берем все нашим contents generator. Говорим, что чуваки, и вы теперь компоненты. Ты компонент, кто у нас еще компонент? Crawler, компонент, кто у нас там еще? Кстати, а подсчет Spring, там в чем разница, я не могу не понял, на прошлом занятии, точнее на позапрошлом, между component и bin? То, что component пишется у самого класса, который впоследствии станет bin, а bin пишется у конфига, который будет создавать компоненты из каких-то классов. Вот сейчас у нас тут будет еще bin, ну или если открыть то, что было в прошлый раз. Короче, если мы создаем, просто хотим, чтобы наш класс, который лежит в class space, при загрузке через вот этот component scan появлялся компонентом, да, вот компонент scan, так вот, то мы должны написать ему аннотацию компонент. А если мы хотим, чтобы кто-то стал тоже этим bin в этом контексте, то мы должны написать аннотацию bin. То есть все, что пишется у самого класса и чтобы он стал bin, мы должны написать ему аннотацию компонент. А если мы пишем методы, при помощи которого компонент создает других компонентов, то мы пишем аннотацию bin. То есть аннотация bin пишется не у самого класса, аннотация bin пишется у какого-то метода, который создает этот компонент. А так семантика очень близка. То есть здесь у нас как бы они сами говорят, что это компоненты, а bin это значит, что кто-то их сделает bin. Вот, надеюсь, что с третьей попытки я уже лучше объяснил. Вот. Значит, тут тоже компонент. Ну, кто у нас там еще? А, собственно, больше всех не надо. Теперь у нас по одной реализации каждого интерфейса. Это означает, что spring нам их склеит. Значит, теперь мы можем создать annotation.figuration.context из нашего класса, класс PS создать generation.context. Все эти компоненты уже будут всячески между собой склеенными. То есть наш, нашему этому самому краулеру автоматически подставится нужный http-клиент в логовом s1. Нашему этому контент-генератору автоматически подставится нужный source-провайдер в логовом s1. Он же, по сравнительству, наш краулер. И все это автоматически, образом, магически заработает само. Но мы можем попробовать в этом убедиться. Для этого нам надо, правда, хотя мы можем запустить это отсюда, наверное, run file. Ну, а тут, правда, произошла ошибочка, потому что первым параметром хочется от меня pass. А, ну, наверное, сюда. Если мы пишем URL, по которому мы хотим загружать, то, наверное, он даже заработает. А если мы хотим по вот этому самому browse. Ну, чёрт, поехали. Ага, вот, по-моему, заползил, 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 заползил. И написал, вот видите, наш этот самый код. Да, то есть мы создали контекст, получили краулера. Краулеру сказали, что он будет, чтобы он брал данные с URL, которые мы передадим в качестве первого параметра нашим аргумента. Брали print writer, взяли контекст-генерейтер, который где-то там Spring склеился с этим краулером, то есть они там где-то внутри склеенные находятся. Ну и, соответственно, вывели контент в наш print writer, который писал нам все в консольку. Понятная идея? Вы там не забыли, как Spring себя ведёт? И что, и какую магию за нас он сделал? А за нас он сделал, собственно, вот эту магию. Он связал эти компоненты между собой так, как надо. Но, опять же, это вот, мы протестировали эти штуки все по отдельности. Но мы сейчас даже ручками протестировали нашу программу. Это прекрасно. Но нельзя ли нам, собственно, сделать вот эту часть, интеграционный тест, как бы тоже автоматически? То есть, да, понятное дело, что если наша программа будет, кажется, расходить в интернет, это будет не очень клево. Но, по крайней мере, использовать вот эту же самую концепцию, которую мы использовали вот здесь, мы же можем и для интеграционных тестов, так ведь? То есть мы можем связать наш краулер с нашим контенсис-генерайтером, да, связать их вместе и протестировать их уже вместе. Собственно, Spring для нас эту функциональность предоставляет. Он умеет всех их связывать вместе. В данном случае, конечно, это было два класса, и, в общем-то, конечно, Spring для этого использовать перебор. Нам всего одного класса нужно другой передать в качестве параметра. Но, как вы понимаете, иногда у нас может быть не два класса, и всё может быть гораздо сложнее. То есть нам, по сути дела, нужно взять вот эту же самую среду Spring, в котором он работал, но вместо вот этого самого HTTP клиента настоящего, да, которого он использует, сделать HTTP клиент, сделать HTTP клиент вот такой вот. Ну и на самом деле Spring для этого умеет. Spring умеет объединяться с тестами очень хорошо. У Spring есть такая прекрасная библиотечка под названием Spring Test. Так, кстати, обратите внимание, что у Мавина тут есть, что всё, что касается тестов, мы пишем в Scope Test. Это означает, что эти библиотечки будут доступны тем, кто находится у нас в папочке Test, и не будут доступны тем, кто находится в Source. Таким образом, всякие библиотеки для тестирования мы, короче, не включаем в наш основной зависимости, и наши джернки не будут очень расти. Вот. Ну, в общем, короче говоря, если мы подключили вот эту библиотечку Spring Test, то мы имеем возможность заставить Spring заниматься связыванием наших компонентов в наших тестах. Значит, если мы к нашему классу, который будет являться тестом, напишем вот эту прекрасную команду run with Spring unit class run, значит этот тест будет запускаться в Spring контексте. А раз он запускается в Spring контексте, он может из этого контекста получить все нужные, все интересные ему объекты, например, Crawler, например, Contents Generate. Достаточно просто написать их товары. Но, правда, если вашему контексту нужны какие-то дополнительные особенности, нам нужно написать, на основании чего он будет, собственно, создавать эти самые контексты. Для этого используется аннотация Context Configuration. У нее есть куча параметров. Здесь вы можете указать XML, которые вы будете использовать, классы, которые будете использовать, ну или еще что-нибудь. То есть на основании чего вы будете создавать контекст. Если вы здесь ничего не напишите вообще, то в качестве контекста будет использоваться специальный вложенный класс, у которого в тест вложенный класс с аннотацией Configuration. То есть, грубо говоря, конфигурацию нашего контекста для нашего теста мы можем писать в самом тесте. Ну, можем писать не в самом тесте, можем писать в отдельный класс и указать его здесь, но можем писать его здесь, прямо в самом тесте для удобства. Собственно, наш этот класс Config будет являться конфигурацией для нашего спринга, который будет использоваться Integration тестом. Для этого мы написали ему класс Configuration, сказали ему Component Scan. Это означает, что он будет автоматически подключать все эти наши классы. А потом мы ему скажем, что, чувак, а ты возьми, и вот у нас там есть реализация HTTP клиента, а давай-ка ты ее заменишь на другую. А на какую? А вот мы тебе сейчас объясним. Вот на такую. Создаешь HTTP клиент, точнее, mock для HTTP клиента. На такой запрос он будет отвечать это, на такой запрос он будет отвечать это, на этот запрос будет отвечать вот это. Ну и, собственно, и все. Все остальное, как в продакшене, как в нашем мейне. А вот HTTP клиент отличается. Все остальное такое, как и есть. Ну и, собственно, он сделает такой контекст. Мы из него запросим, что нам надо, то бишь, краулера и контент-генерейтера. Ну и вперед и поехали. Остановили Base URL, который мы знаем, замокали. Запустили, проверили, что все работает. Ну, можно запустить, посмотреть. Что-то, что-то пошло не так. А, наверное, я знаю, что пошло не так. Надо все-таки это будет соврать Mavin. Вот, у Mavin есть команда mvntest, которая запускает все тесты из-под Mavin. Вот, как будто они все прекрасно сработали, но надеюсь, что теперь и тут сработают. Ну, вот, собственно, это так. Вот мы написали нашу программу. У нее есть модульные тесты. У нее есть, да, еще более модульные тесты. И у нее есть один интеграционный тест, написанный по помощи спринга. Но, скажем так, интеграционный тест, конечно, можно писать не только при помощи спринга. Можно писать и ручками. Но, если ваш тест запускается спрингом, то это делает его сразу интеграционно. Потому что спринг для вас связывает автоматические компоненты между собой. Вы какие-то компоненты заменяете на заглушки. И потом используете несколько тестовых сценариев, проверяете, правильно работает ваша программа. Таким образом, наш тест уже практически тестирует не каждый отдельный класс, он тестирует уже почти всю программу. Ну, у класса Мэя он, правда, не протестировал, но все остальное протестировал. Так что вот, как-то так. Пожалуй, это, по-моему, все, что я хотел сегодня рассказать. Ну что, ваш мозг цел? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Плохо. Плохо, плохо. Да нет, все хорошо, в принципе. Ну, значит, если ваш мозг все это вынес, то вам тогда домашнее задание. Я, правда, не очень последнюю часть понял, где вот с конфигом мы переопределили, то есть, ну вот, повыше там, где было. Окей, эту часть понял? Это, да, это понятно. Я просто не понял, где мы переопределили класс. Можно вернуться в прошлый. Да, повыше. Вот, где, кстати, класс конфиг, то есть, что мы здесь сделали, как это работает. Ну, короче говоря, если бы мы здесь просто написали без вот этой штуки. Да, вот так вот просто бы написали. Да, а зачем мы вообще там написали? Зачем этот статический класс? Статический класс для того, чтобы наш интеграционный тест, его configuration, чем-то отличался от вот этого configuration. То есть, сейчас мы ему сказали, то есть, да, вот, если вот мы убрали это описание бина, то мы должны ему, если дальше вообще все убрали, то мы должны ему где-то здесь сказать, какой, собственно, configuration он будет использовать. То есть, что? Что он будет использовать в качестве конфигурации? Ну, как-то надо это объяснить. Как мы это можем объяснить? Мы можем создать XML-ку. Можем создать XML-ку? Можем. Но XML-ки грустные, печальные, и с XML-кой плохо. Можем создать класс конфиг. То есть, объясните, какие бины мы будем использовать в помощи Java-класса. Можем создать его отдельно. Просто где-то отдельно можем создать этот класс. А, в смысле, мы просто объясняем, грубо говоря, откуда брать ресурс? Да, 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 да. Вот, если вспомним... Я просто что-то отрубился уже под конец. Если мы вспомним, где наш Spring Web был... А, ну вот, собственно, main, класс main у нас был конфигом. И вот мы его использовали в качестве конфига, который описывает наш, наш спринговский контекст. То есть, нам нужно какое-то что-то, что будет описывать наш контекст. Но вот один из вариантов это сделать вот такое, как бы описал его прямо внутри теста. Опять же, в принципе, ничто не мешает взять этот кусок, то есть этот класс конфиг вынести в отдельный класс, сделать его отдельным полноценным конфигом, просто потом указать, что мы его используем. А так мы просто взяли его, сказали, что он использует класс pass текущий, и один bin заменяет на свою реализацию. Все. Типа, если мы это не напишем, то он как бы и не знает, что делать, грубо говоря. Нет, если мы этого не напишем, то он возьмет вот эту реализацию, то он будет ходить в интернете. А поскольку мы его заменили, то он будет использовать другую реализацию, в частности клиента. Вот и все. То есть, поскольку тестировать реальный main напряженно, поскольку он взаимодействует с интернетом, мы ту часть, которая взаимодействует с интернетом, взяли и заменили на часть, которая ведет себя так же для наших случаев, но с интернетом не взаимодействует. А все остальное как бы описали так же, как есть. Вот. Ну, в общем, короче говоря, если вы поняли, что здесь произошло, в принципе, исходники, я помню, там даже где-то лежат, где-то, как раз даже туда. И помните, что происходило в прошлый раз? Там был именно Spring Boot. Помните, да, такой Spring Boot? Да, вот мы делали магическую штуку и получали веб-сервер. Ну, вот, собственно, вам домашнее задание. Взять эту магическую штуку и подружить ее с нынешней магической штукой. Короче говоря, сделать так, чтобы у меня эта программа была не консольным приложением, да, каким она тут является, а чтобы она была веб-сервисом. То есть, чтобы был какой-то Spring Boot, который запускает, и был какой-то сервлет, который отвечает на запрос. Я ему посылаю URL, а он мне присылает... Ну, собственно, да, я посылаю ему URL, а он мне присылает в ответ. Вот эту штуку. Короче, задание, домашнее задание, вот это консольное приложение, которое мы сегодня написали, ну, или почти написали, перенести в веб. Это уже в следующем году. А что в следующем году? Где лов-то тут? Не, ну, а если будет в следующем году, значит, пока я тогда отдохну. Ну, как бы, как только вы это сделаете, мы то, что вы сделаете, портируем на Spring MVC нормальный, и, может быть, даже немножко поковыряем Ajax для Java. Короче, идея такая. Но для начала, короче, запустите Spring Boot и засуньте в него вот эту краулерку Viki. Ну, и, соответственно, лучшие реализации мы потом портируем на C. Тут, на самом деле, много интересных аспектов возникнет. В общем, посмотрим, как вы с ними разберетесь и что вы вообще на это скажете. Что, куда портируем? Потом портируем ту реализацию, которую вы сейчас напишете на нормальный Spring MVC. О, окей. Вот как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...